На протяжении последних двух лет в нашем городе велась активная работа по реконструкции и строительству детских садов. До 1 января 2016 года необходимо закрыть очередь в дошкольные учреждения, и Рязанское руководство справляется с этой задачей. Сравниваем с 1 января 2013 года. 1 января 2013 года это 20 тысяч детей дошкольников, 20 тысяч 75, ну 20 тысяч будем считать детей дошкольников. 1 января 2014 года это 21 тысяча дошкольников, и ноябрь, сегодняшний день 2014 года это 22 тысячи 500 детей, посещающих детские сады. То есть мы вот за такой небольшой, за полтора года, за такой небольшой промежуток времени мы в общем-то две с половиной тысячи мест ввели. Та очередь, которая остается на сегодняшний день на 90%, состоит из желающих поменять детский сад, чтобы водить малышей в учреждения, находящиеся поближе к дому. Особо актуален этот вопрос для жителей Московского района и Кольнова. К сожалению, конечно, вот решить проблему в шаговой доступности 100% не удастся однозначно, потому что застройки идут в городе разными темпами в разных районах, и обеспечить местом в детском саду рядом с домом будет трудно. Нельзя забывать о скором открытии детского сада на Братиславской. Эта улица абстрагирована от других районов города, и добираться до ближайшего садика весьма затруднительно. На Братиславке полностью благоустроена территория, ведутся внутренние работы и обработка фасада, вентилируемый фасад монтируется. Это с бассейном, один из самых больших тоже садов на 313 мест, он планируется. Детский сад, новой планировки такой нет у нас в городе. Мы собираемся в этом саду ширкомасштабно открыть группы для двухлеток, чтобы на весь железнодорожный район решить эту проблему по двухлеткам. Заводим туда инклюзию, проблему эту. Помимо этого собираемся такое нововведение, откроем тайну, нет? Робот такой существует, который в течение дня перемещается из группы в группу и наблюдают, и родители через интернет в любой момент могут подключиться и посмотреть, что делают их дети. Ну, конечно, по местонахождению робота, то есть не каждого ребенка в любую минуту, а вот там часы, допустим, присутствия в группе есть, и он по этажу перемещается, и родители смогут посмотреть. В следующем году администрации города планируется сократить очередь для двухлеток. На сегодняшний день своего места в ясельных группах ждут почти 3000 малышей. При этом количество групп в детсадах выросло с 59 до 68. Впереди еще много работы, но руководители города взяли хороший темп.